МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор отметил, необходимо по-прежнему соблюдать меры профилактики. Зима на Ставрополье, похоже, все-таки отступает. И приход весенней погоды – повод обратить внимание на состояние дорог. Привести в порядок дорожную инфраструктуру поручил на рабочем совещании губернатор Владимир Владимиров. Он распорядился, чтобы во всех территориях разработали строгий график ямочного ремонта. Главная задача – устранить все недостатки уже к началу мая. На ближайшие дни также намечена расчистка ливневок и придорожных канав. Комфорт наших с вами земляков, связанный с прохождением или с проездом по нашим дорогам, должен быть обеспечен. Я очень прошу все-таки на этой неделе отработать график проведения ямочного ремонта по всем территориям. Я уже сказал, что у нас 1 мая не должно быть вообще ям. И мы должны планово приступить к текущим ремонтам, к капитальным ремонтам, к строительству дорог. На весенний режим переходит и Ставропольские аграрии. За 20 дней марта в регионе выпало 30 миллиметров осадков. Это на треть выше среднего. Поля получили достаточно влаги, ее не хватает лишь на востоке. Так что есть все шансы на хороший урожай. Половина территории уже приступила к весенним полевым работам. Предстоит засеять 900 тысяч гектаров яровых культур. Это ячмень, горох, овес и кормовые травы. На площади 300 тысяч гектаров уже внесли азотные удобрения. Насколько готово Ставрополь к весне в плане безопасности, сейчас проверяют специалисты федерального МЧС. Инспекция связана с паводками и грядущим пожароопасным сезоном. Для того, чтобы предотвратить стихийные бедствия, в регионе определили границы зон потенциального потопления. Расчистили 22 километра русел рек и проверили берега укрепления. На реках Кума и Подкумок за уровнем воды следят автоматические посты. А лесхозы и лесничество уже закупили спецтехнику и получили паспорта готовности к сезону пожаров. Основная цель проверки, если детально покопаться в этом, это подготовка населенных пунктов и прилегающих территорий. Это что касается пожароопасного периода. И есть населенные пункты, подверженные угрозе подтопления и затоплений. Дать оценку, насколько власть готова реагировать. На площади Ленина для московских гостей провели смотр личного состава и техники МЧС. По оценкам экспертов Центра мониторинга, сильные снегопады, хоть и накрыли край в последние недели, серьезной угрозы для региона не представляют. Если говорить о сегодняшнем дне, мы четко понимаем, чем, что делаем, мы четко понимаем, что сделали, и мы четко понимаем систему мониторинга, которая сегодня действует, которая нам позволит, ну, не то, что не за сутки предупреждать о начале наводнения, а хотя бы на недельный срок вперед планировать, что у нас как бы происходит в краю. В селе Александрий Благодарненского округа отремонтирует пожарное депо. Здание, в котором должна дежурить спецтехника для борьбы с огнем, сильно обветшало. Строение территории вокруг него реконструируют в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. Когда все будет готово, в зону ответственности пожарных попадут и другие населенные пункты. Шишкино, Мокрая Буйвола и Красный Ключ. В Андробовском округе построят сразу пять новых фельдшерско-акушерских пунктов. Они будут располагаться в Куршаве, Дубовой Балке, Подгорном, Кенкизе и поселке Авражно. Объекты оснастят современным медоборудованием. Строительство пройдет в рамках краевой программы модернизации первичного звена здравоохранения.